Соловки, Паста. Свидетельство узников Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница Понда Иоффа. Соловки, 1924 год. Кай. Опубликовано в газете «Слон», «Остров Соловки», номер 3, страница 12-13. Пасха. 27 апреля мы по-старому праздновали Пасху. Праздновали, ибо не работали и отдыхали. Многим кажется странным, как это. Советская власть разрушила церковь, а пасхальный ритуал все еще остался в силе. Мало-мальски вдумчивому человеку, а тем более коммунисту и атуисту, ясно, что празднования этого дня исходят из глубокой древности, как символ весеннего пробуждения природы. Поворот Земли вокруг Солнца знаменует в этот день новую живительную пору для человечества. В пору глухой древности, когда культ растений, животных и стихий природы не знал еще церковного лицемерия и ханжества, человечество ликовало в этот день, наивно обожествляя силу природы. Впоследствии, с выдворением религиозных культов, с дифференциацией религии на христианскую, магометанскую, иудейскую и другие, церковные фарисеи не приминули использовать слепую веру, силу привычки людей, постепенно вводя церковный ритуал. Мы знаем, что религиозные привычки сильны, и вытравить их из умов, неискушенных наукой людей, не так легко. Мы знаем, что преследование церковников делает их мучениками, страдальцами за веру в глазах простаков. Вот почему советская власть осторожно борется с религиозным дурманом, ведя научную серьезную антирелигиозную пропаганду. В этом отношении весьма показательно комсомольское Рождество и комсомольская Пасха. Революционная молодежь, предоставляя своим родителям оставаться в их старой закваске, объявляет штурм незыблемым небесным двердыням. И если в этот день в республике революционная молодежь объявляет крестовый поход против религиозного засилия, то здесь, на Славках, в цитадели церковных феодалов, празднование этого дня приобрело особое значение. Под красным знаменем республики, на вышке башни старой кремлевской стены, на фоне пустых осиротелых куполов соборов и церквей, без крестов окончательно выдохся религиозный фанатизм. И всякий сознательный коммунист и атеист празднует день Пасхи лишь только как день пробуждения природы от зимнего сна, утверждая этим силы человеческого обычая, и в этот день больше, чем в другой, разоблачает гнусные махинации духовенства.